доброе утро ребята у нас сегодня на завтрак блинчики скажите мне бы те стороны просто венчиком таким каким-то разбалтываете или или миксером я уже попробовала венчиком на чё-то это долго так спугали меня дети что-то я хотел сказать все забыла душа в пятки ушла что-то я встала только тесто я сделала вот она подходит каждую секунду мама готова мама готова игру нет я только яйца достала опять подходит мама готова нет только сахар достал и не успевает даже достать ингредиенты сколько раз он меня спрашивает значит рецепт моих блинчиков 200 грамм муки 500 грамм молока 3 яйца 30-40 грамм сахара я в самом 40 делаю 30 грамм топленого масла сливочного 2-3 грамма соли и 3 яйца и каждый блинчик я еще смазываю маслом после того как он пожарится очень вкусно и получается вкусно дочь а дочь и ливана вкусно телефон но но не в теле вот так делаю ручки так типа очень красиво не держится не держится один куда упал ну а сделай давай 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 пикник взяли с собой настоящей еды и не настоящей да супер чуть-чуть бэйби ты мы приехали в магазин я решила приготовить торт ребята вот так вот короче да решила ребята сделать торт не знаю почему что-то вот не захотелось тортика я правда хочу просто кусочек этого торта но я не знаю как сделать кусочек поэтому купила мне прям хочется этот крем с масляной соня выпросила шоколадку пончик хотя вам пончика не было вообще не понимаю какого можно любить пончики эти донатцы да потому что я вообще не люблю вот это вот тесто такое плюс это это глазурь или с чем там вообще мне кажется это так не вкусно это я не знаю что оно должно быть чтобы его съела это я должна мне должны на год сладкого лишить и на выбор быть столько он тогда может быть я съем а вы любите пончики напишите я кстати заметила что еще знаете ой почему мне дверь открыта пакет поставила и забыла все к чему равнодушная заметила это пицца хотя я люблю тесто я люблю сыр я люблю горячие бутерброды да я себе там делаю там с хлебом вроде бы да то же самое понятное дело делаю себе бутерброды там с хлебом сыром с ветчиной например и помидоры и все это либо в тостер либо в микроволновку такие горячие бутерброды получается домашний экспресс вариант пиццы это мне нравится но вот пицца чтобы я в ресторане заказала добровольно пиццу это было может быть один-два раза в жизни вообще равнодушно не знаю почему не прет меня на пиццу хотя странно да а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот эти Это измельченный миндаль И Выкладывать Либо посреди коржей Между Либо только сверху Ягоды Если хотите Очень вкусно То можно еще заморочиться с безе Сделать безе И между слоями Еще безе раскладывается И красиво И вкусно Но я вообще не хочу заморачиваться Я просто хочу Вот этот крем на самом деле Вот Ну у меня как раз завтра в гости И Потом может быть я поеду Отвезу там кусочек Посмотрим Вдруг Вдруг меня накроет И я съем полторта А У меня сегодня жор У меня сегодня читей Ну кстати ПМС Да Я такая сижу Думаю Так Может все Может быть Ко мне вернулся Окончательный аппетит Вот оно Накопительный эффект Прошел Я же на минимальной дозе На зимпике сейчас И Все напал жор А потом смотрю Думаю Дай-ка Календарь открою Да По циклу Смотрю Три дня до Думаю Ну понятно Это у меня всегда Ну С тех пор Как я родила И ПМС И жор Вот этот Перед Днями Поэтому Причем сладенькая Да Ой Эти мошки Не достали Так 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 Да Давайте Продолжим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Деньми 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 Ух Так вот оно И глядит Класс Попробовала я Сейчас этот тортик Хотя сейчас Честно говоря У меня в свободу Лез Вкусненькие Вкусненькие Конечно Да Ребят Завтра Пятница Завтра Кстати Придет Ко мне Опять Соседская Девочка Я не понимаю Я вам рассказала Да Ситуацию Где В тот раз Он пришел Хотя я сказала Что у меня заработает Пришел И остался На 3-4 часа Не помню И сидел Тут у меня На диване Значит Он спрашивает Насчет пятницы То есть завтра Завтра Они уезжают Туда Куда они назвали На деревню Грубо говоря К животным В общем И прежде чем Уехать Он говорит Можно я Типа Ну Говорит Как ты У тебя время есть Давай Типа Детки наши Встретиться Он говорит Что его дочка Без конца Говорит о Соне Не знаю Так ли это Я служу По своей Моей тоже 4 года И очень легко Ее отвлечь На что-то другое Ну да Она тоже Иногда вспоминает Вот хочу Касиму Хочу Клуг Ну сказала И сказала И как бы И дальше Спокойно живет Своей жизнью Ну ладно Дело не в этом В общем Он говорит Ну что Можно ли В пятницу Мы зайдем Я пишу Слушай Да Я буду дома Я тогда буду Как обычно Работать Но Твоя дочка Конечно же Может к нам Прийти Вот что вы Слышите В этом В этом Предложении Я прям так Написала Я буду работать Но Твоя дочка Все равно Конечно же Может к нам Прийти в гости Твоя дочка Не ты Не вы А только она На что Он мне пишет Супер Тогда я поиграю С у тебя С детьми А ты работаешь Ну как Ну как Можно быть Таким наглым Таким бесцеремонным И Знаете Меня бы даже Я бы может быть даже В какие-то дни Повторюсь Была бы и не против Если бы он меня посидел Попил кофе Могу Обоболтали Но когда человек Так настырно Проявляет Вот это вот И Абсолютно Как-то Не понимает Ни намеков Никогда Я культурно Как-то пытаюсь Донести То мне уже Из принципа Не хочется Понимаете То есть Если бы он наоборот Там говорил Ой я не хочу мешать Вот если Дети А я говорил Да нет Ты что Заходи Да Но когда ты Он наоборот То есть Ты говоришь уже Что ты не можешь Ты говоришь Что приглашаешь Только ребенка Но человек все равно Просто вновь Заходит Тогда у меня Просто Отбивает желание Его приглашать Вот На что я ему В итоге написала Говорю Слушай Я буду сидеть С ними в зале Пусть они играют При мне Они говорю Прекрасно Играют вдвоем Они Когда он у меня Тогда сидел Три-четыре часа Они Он просто Сел в телефоне Они играли сами Я говорю Они прекрасно Играют вдвоем Я буду сидеть В зале Работать за компьютером Да С ними там Говорю Так что Если не против Я бы хотела Чтоб это было Именно так Ну что он писал Да Конечно Без проблем Я думаю Ну Все Решили Потом написал Но мне все равно Надо будет К вам прийти Прежде чем Я заберу ее Чтобы вот Как-то Это плавно Был переход Ну вот Завтра посмотрим Ребята Что это означает Коротко Перед тем Как я ее заберу Это В моем понимании Это за 10-15 минут До назначенного времени Вот он в час Сказал Заберет То есть Как я это понимаю Придет он без 10-15 Чтобы там Сказать Что все Закругляйся Мы сейчас уезжаем Вот Если он придет За полчаса Или за час Ну Это Будет Я не знаю Я уже боюсь Я уже боюсь Садочного дня Вот Да Давайте ответим На вопросы Так Эй Эй Можки Мне надо торт В этот В холодильник убрать Сегодня у нас 25 Да Заканчивается Ух Что же опять За несколько дней Вопрос Дня на 22 Июля Что вы сегодня Нечайно Услышали 22 июля Что там было 7-25 Вчера 24 Позавчера 23 Ой Я не вспомню Нечайно услышала Нечайно услышала Нет Я сейчас Так не вспомнила Несколько дней назад А сегодня Нечайно услышала Нечайно услышала Да нет 23 июля Что вы хотели бы Слышать Каждый день В том числе И сегодня Что бы я хотела Слышать Ну наверное Конечно же Какие-нибудь Приятные слова Не знаю Мне каждый день Сонечка говорит Что она меня любит И это так мило Даже вот сегодня В магазине шли Она меня Мама дай поцелуй И сюда И сюда И сюда И везде целовала Или там иногда Пробегает И я там В спальне Что делала Пробегает И мне Мама я тебя люблю Это так мило Так что Наверное Вот эти слова Я бы хотела Слышать всегда В том числе Сегодня И Когда ты слышишь От своего ребёночка Это Это просто восторг Вопрос На 24 июля Насколько вы довольны Сегодняшним днём То есть Вчерашним Что у нас вчера было Ох Вчера Я довольна Днём Вчерашним Я была на танцах На растяжке Где Что Я была На детском Мирождении Дети потом Тут игрались Шикарный был день Супер Всё отлично Насколько Вы довольны Насколько Из 100% Давайте возьмём Ну Я не знаю 99 100% Это идеально А идеально Как бы Не бывает Ну Очень близко Так Ну и Вопрос для На сегодня Отчего Вы сегодня Почувствовали Себя неловко Сегодня Ну Расскажу Такие Вот Вопросы Я Была В туалете И тут Кто-то Постучал В дверь И я Решила Что это Мой сосед Думаю Услышал Крики Детей Спустился На клет Это была Моя соседка Она меня Занесла Посылочку Но мне Было Как-то Неловко Потому что Я была В туалете И стук В дверь Дети Кричат Что Кто-то Там В дверь Я говорю Я сейчас Иду И слышу Они уже Разговаривают То есть Открыли дверь Ну Ливана Открыла Она Постарше Вот Как-то Мне Было Неловко Хотя Ну Как Неловко Неловко Просто Неудобно Чего Неловко Не знаю Прям Неловко Не было Просто Это Было Не вовремя Но Неловко Не было Впрочем Короче Все Ребят Я Отчаливаю Спать Мне надо В зале Прибраться Там Песок Вообще Я планировала Игрушки Сегодня Разбирать Но Пол первого Нет Вот такой Вот был Влог Я хотела Еще с вами Сегодня Померить Штанишки Но В принципе Я заказала Шорты Которые Я заказывала Да Эти джинсовые И думала На размер меньше Или на размер Больше Оставить Я думаю Что я сейчас Поправлюсь И В принципе Эти тоже Неплохо сидят В итоге Они так Растянулись Что они Мне просто Свисают Ну Просто Свисают Поэтому Даже если Буду только Этот сезон На этом Бесе Что делать Я хочу Ходить В одежде По размеру Которые Мне будет Комфортно Всем спасибо За просмотр Подписывайтесь Если ты еще Не подписан Мы увидимся С вами Завтра Всем пока Субтитры 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 Субтитры